МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу СТВ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Почти 4 тысячи нарушений сотрудники областного управления Росгвардии проверили владельцев оружия. Каждая выращена елочка, сосенка или ель, которая в северных районах, а тут труд человека. От шишки до дерева специалисты рассказали весь процесс выращивания новогодних елок. Задача сейчас на выезде взять небольшое количество очков. Выездные противостояния хоккеиста ЦСКА ВВС готовятся к гостевой серии. От культуры до строительства в областном правительстве отчитались об исполнении поручений губернатора региона и президента России. Сколько построено важных для жителей объектов? Снижены ли бюрократические барьеры? Сколько и каких мероприятий проведено? Все эти вопросы стоят на контроле у высшего руководства страны. И спрашивают за них строго. Подробнее в сюжете. Программа действий правительства Самарской области по реализации посланий президента России и губернатора Самарской области на 2016 год. За этим строгим бюрократическим названием скрывается целый ряд мероприятий. От проведения молодежного форума ИВАВГа до строительства важных для жителей объектов. Введены в эксплуатацию Самарский областной оперативный центр и поликлиника Большечерниговской центральной районной больницы. Привлечены средства литерального бюджета более 860 миллионов рублей на строительство общеобразовательных школ, микрайонников и ключей в жилом районе Южный Город. Возведение Фрунзенского моста – это тоже один из пунктов программы. Как и запрет на строительство огромных жилых массивов муравейников, где, выходя из подъезда, жители сразу ступают на проезжую часть. Завершена разработка всех необходимых нормативных правовых актов, направленных на сокращение длительности процедуры получения разрешения на строительство. Приняты меры по недопущению выдачи разрешения на строительство, если в проекте не предусмотрено обеспечение площадок жилищной застройки детскими, спортивными площадками и другой необходимой инфраструктуры. Это итоги предварительные. Окончательные будут обнародованы в феврале 2017 года. Максим Устриков, Олег Галочкин, СТВ. Самарские льготники перестанут получать ежемесячные выплаты на коммуналку. Со следующего года в регионе изменится механизм выплат. Теперь получателям предоставят компенсацию за расходы на оплату услуг. Отмечу, что переход на новую систему связан с тем, что Самарская область будет ориентироваться на федеральный закон, который вступил в силу с 1 января этого года. Но в обведение затронет почти 650 тысяч человек. Из них почти 14 тысяч – многодетные семьи. При этом принятые депутатами Губернской думы во втором чтении законопроект предполагают, что компенсацию с 30 нынешних процентов увеличат до 50. Орегиональные льготники, то есть ветераны труда, бюджетники в сельской местности, репрессированные и реабилитированные, получат компенсацию за капремонт. Им возместят половину оплаченной суммы. Самое важное то, что меняется механизм оплаты. Если ранее граждане получали от Управления социальной защиты и через наше министерство эти выплаты, и механизм был достаточно простой. То есть достаточно было написать однократное заявление, обратиться в Управление соцзащиты, поставить Управление соцзащиты о том, что человек получил определенный статус, и он получил право на меру социальной поддержки. Дальше собирался пакет документов и назначалась выплата. Сейчас нам предстоит переработать этот вопрос в связи с тем, что это теперь не ежемесячная денежная выплата, а компенсация за фактически потраченные средства. Это очень серьезная разница. Это совершенно иной, новый подход к оплате. Вернули первозданный вид. В Самаре отремонтировали 65 многоквартирных домов, которые расположены вдоль гостевых маршрутов. В этом году на эти цели выделено порядка 270 миллионов рублей. Качество проделанных работ оценили эксперты и наша съемочная группа. Жителям этого дома на Фрунзе повезло вдвойне. Отремонтировали не только фасад, но и кровлю. Работу провели в короткие сроки, всего за полтора месяца. Теперь, по мнению жителей, дом приобрел первозданный вид. Что касается отделки фасада, то можно вполне признать, я говорю, что есть фотографии, можно судить о том, что это очень неплохо получилось. Декоративные элементы восстановили с помощью современных материалов. По словам строителей, в отличие от гипса, такая лепнина сохранится намного дольше. Краска тоже непростая. Она выдерживает сильные морозы. И благодаря своей эластичности предотвращает образование микротрещин. Ремонт фасада провели по специальной технологии. В общей сложности капитальный ремонт здания обошелся более чем в 1 миллион 200 тысяч рублей. Здесь этапы были такие. Мы сначала водой высокодавления сняли все покрытия предыдущие, обнажили, так сказать, поверхность. Затем произвели упрочнение проникающими, так сказать, материалами гидрофобными. Потом наносили материалы армирующей сеткой с колевым составом. Потом наносилась шпаклевочная масса, которая подвергалась следующей пропиточной материалами. Это позволило создать очень прочный, долговечный слой. Обновили фасады еще одного здания, расположенного на гостевом маршруте на Степана Разина, 67. В общей сложности в этом году отремонтировали 65 таких домов. На все эти цели правительством Самарской области бюджетом выделено порядка 270 миллионов рублей. Сейчас ведется финальная стадия приемки работ. Работа выполнена качественно, гарантия, как и по региональной программе, около 5 лет. В будущем году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу планируют провести ремонт еще 90 новоквартирных домов. Екатерина Алексеева, Владимир Терентьев, СТВ. Почти 4 тысячи нарушений за неполный год. Огнестрельным и травматическим оружием в Самарской области владеют более 80 тысяч человек. Но соблюдать правила его хранения и ношения готовы не все. Тех, кто ими пренебрегает, штрафуют и даже лишают лицензии. О том, как владеет целым арсеналом оставаться чистым перед законом, расскажет Павел Баймаков. Добрый день. Небольшая квартира в одном из домов Самары. Евгений – хозяин. Человек скромный и законопослушный. Все его богатство – это ни много ни мало. 18 ружей – производство Франции, Германии и России. Коллекцию много лет назад собрал его отец – охотник. Продавать, говорит Евгений, жалко. Дорого, как память. К хранению относится со всей ответственностью. Естественно, сейф всегда заперт на ключ, без вариантов. Дома всегда кто-нибудь находится. Если в силу определенных обстоятельств дома никого нет, хотя это крайне редко бывает, стоит сигнализация. Если что-нибудь случается, то сюда приезжает очень оперативно наряд. Нарушения у этого владельца сотрудники областного управления Росгвардии не выявили. Хранится все по правилам. Ружья в металлическом сейфе, патроны отдельно. Где лежит ключ, знает только сам хозяин. Всего в Самарской области огнестрельным и травматическим оружием владеют более 84 тысяч человек. На учете состоит более 142 тысяч стволов. В основном это охотничьи ружья. За неполный 2016 год на владельца в регионе составлено почти 4 тысячи протоколов. За неправильное хранение и просроченное разрешение, которое выдается на 5 лет. Но бывают случаи грубых нарушений. Это ношение оружия под шафе. Ношение гражданского оружия в состоянии алкогольного опьянения, запрещено административным кодексом Российской Федерации, влечет за собой штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение ношения на срок от 1 года до 2 лет с конфискацией оружия или без такового. Серьезные игрушки – строгие правила. В противном случае последствия могут быть плачевными. Большинство преступлений, по статистике, люди совершают, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков. Чтобы свести число нарушений к минимуму, сотрудники отдела контроля за оборотом оружия владельцев проверяют как минимум раз в год. Павел Баймаков, Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Общественный совет областного управления ФСИН стал лучшим по итогам этого года. При непосредственном участии его членов, в числе которых и генеральный директор телерадиокомпании «СКАТ» Валерий Гользицкий, в 2016-м проведено почти 50 мероприятий, направленных на улучшение условий жизни, осужденных, среди которых спортивные соревнования. Благодаря проделанной работе исправительные колонии Самарской области вошли в четверку лучших в сфере спортивных достижений. Конечно, это обязательное повышение заработной платы, это обязательное исполнение всех социальных гарантий, которые предусмотрены как федеральным, так и, самое главное, нашим региональным законодательством. И здесь у нас очень большое подспорье, то, что четыре члена нашего общественного совета стали депутатами. Поэтому я думаю, что у наших сотрудников обязательно все социальные гарантии и льготы будут или в том объеме, которое есть, или, может быть, даже увеличатся в 2017 году. И смотрите далее в программе. Не переключайтесь. Задача сейчас на выезде взять большее количество очков. Выездные противостояния. Хоккеисты ЦСКА ВВС готовятся к гостевой серии. До Нового года осталось меньше трех недель. Самое время обзавестись ароматной елочкой. В северных районах области вовсю идет заготовка праздничных деревьев. Специалисты лесхоза в поселке Новый Буян рассказали нашим корреспондентам о всех тонкостях процесса выращивания. Подробности далее. Прежде чем такая елочка окажется дома нарядной, должно пройти около семи лет. Выращивают ели на плантациях почти во всех северных районах области. От Красноярского до Клявлинского лесничества. Всего в этом году к реализации готовят порядка шести тысяч деревьев. Каждая выращенная елочка, сосенка или ель, которая в северных районах, тут труд человека. Оно не виден, труд работника, простого работника, начиная от сбора шишек, переработки, посева в питомнике и посадки его в лесокультурную площадь. Мороз в поселке Новый Буян за 30. При таких температурах ели становятся очень хрупкими, поэтому их приходится вывозить небольшими партиями, чтобы не обломать ветви. Потом прилавок, тоже на холоде. Чтобы елка спокойно радовала домочадцев до конца января, эксперты советуют сразу после покупки ставить дерево в песок и обязательно поливать водой. Рубится елка для продажи тоже особым способом. Три-четыре мутовки. А мутовка эта вот, откуда начинаются расти эти ветки. Расценки на елки в этом году от 100 рублей и выше. А вот тех, кто захочет заполучить новогоднее деревце бесплатно, тайком пробравшись на территорию лесничества, ждет серьезное наказание. Территория охраняется сотрудниками лесного хозяйства совместно с подразделениями полиции. За незаконную рубку одной елки административный штраф, согласно статье 8.28, это от 3 до 4 тысяч на гражданина. На должностное лицо от 20 тысяч до 40 тысяч, а на юридическое лицо от 200 тысяч до 300 тысяч. Но на этом взыскания не заканчиваются. За каждое срубленное дерево придется возместить ущерб. Если его стоимость превышает 5 тысяч рублей, а это всего две елочки, это уже уголовная ответственность. При обнаружении незаконной рубки елей сотрудники лесного хозяйства просят звонить по телефону дежурной части 231 0063. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, СТВ. Пусть сбываются мечты, до Нового года остается совсем немного. Каждый ребенок хотел бы получить подарок. Сейчас в центре помощи Фролова живут 20 подростков. Каждая из них также грезит о презенте. СТВ продолжает рассказывать об их праздничных ожиданиях. В прошлом выпуске мы рассказали историю 17-летней Анжелы. Девушка очень хочет попасть на концерт любимого рэпера. А в этот раз мы встретились с 14-летним Сергеем. Сергей, расскажи просто, сколько тебе лет и как ты находишь общий язык со своими друзьями здесь? Мне 14 лет, нормально хожу. Я тут уже 4 года живу. За это время у тебя появились какие-то лучшие друзья? Да. Как ты с ними общаешься, как ты поддерживаешь связь? Если там они отсюда уходят, как ты дальше взаимодействуешь с ними? В ВКонтакте, там общаюсь, там по телефону звонят. Ты активный в интернете. Про свою жизнь расскажи реальную. Чем занимаешься и как учишься и какой любимый предмет, кем бы хотел стать? Учусь я нормально. Хотел бы стать автоматическим, наверное, или автомехаником. Люблю футбол. Учусь хорошо. Учу тех четвертых обычно заканчиваю. Скажи, пожалуйста, про свои увлечения. Чем занимаешься в свободное время? Футбол играю. Также болеешь наверняка за крылья Советов, правильно? Ну, я за крылья Советов не очень смотрю. Я бросил он больше. Что бы хотел получить на Новый год? Я телефон с хорошей камерой все хочу. Это довольно дорогостоящий подарок. Тоже так люблю. И почему? Зачем он тебе нужен? Видео снимать. То есть ты тоже хочешь стать видеоблогером? Да ну, типа того. У тебя какой-то есть канал сейчас? Нет. Ну, что бы ты хотел снимать для Ютуба? На батут, как, короче, прыгают люди. Если у вас есть возможность и желание исполнить маленькие детские мечты, то передать подарки можно непосредственно в центр имени Фролова по адресу, который указан на экране. 18-й километр Московского шоссе, дом 18А. Все подробности можно узнать по телефону приемный. Он также указан на экране. Хоккеисты самарского ЦСКА ВВС готовятся к выездным противостояниям. 16 и 17 декабря на своем льду Волжан встретит Смоленский Соловутич. Сейчас военные летчики активно тренируются. Команда находится в приподнятом настроении после домашней победы над лидером чемпионата команды Ростов. Слово нашему корреспонденту Александру Семенову. Военные летчики сейчас не в самом простом турнирном положении. Предпоследняя строчка – это не то место, с которым согласны как игроки, так и тренерский штаб. Самарская команда – одна из самых молодых в чемпионате. Возможно, отсюда и идет некая нестабильность на льду. Хотя команда нащупала свою игру, и это чувствуется. Проигрышная серия уже позади. В упорнейшем противостоянии в Самаре оформлена победа и над Ростовом. Это принципиальный и один из самых сложных соперников для ЦСКА ВВС. «Южане» проиграли в дополнительное время. Так же играли, просто у нас столько моментов, надо забивать. Я два раза в ноль выходил. Еще, ребята, надо свои моменты забивать. Команда «Славутич» тоже не подарок, тем более на своей площадке. Военные летчики не рассчитывают, что поездка в Смоленск окажется легкой прогулкой. Ведь принимать, по сути, аутсайдеров будет крепкий середнячок высшей хоккейной лиги. Задача сейчас на выезде – взять большее количество очков. Я надеюсь, что второй этап после новогодней подарит нам больше положительных эмоций, чем тот период построения, который выдался на начало сезона. Но это все закономерно, поэтому просто я призываю всех болельщиков, и на встречах с болельщиками призывал, что необходимо терпеть, ждать, поддерживать. И вы увидите, что Самара обязана играть на высоком уровне. На данный момент ЦСКА ВВС находится на предпоследней строчке турнирной таблицы чемпионата. Подняться выше возможность есть, тем более сейчас. Ведь военные летчики обещают прибавлять с каждым матчем. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Редакция СТВ приглашает в службу новостей оператора информационных программ с опытом работы. Резюме можно отправлять на адрес электронной почты stvpressasobakamail.ru У меня на этом все. Дали еще немного информации и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского gslimansky.ru Читайте наши новости в соцсетях в группах SCAT, СТВ, Самара. Заходите на сайт телерадиокомпании. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Увидимся. Близится Рождество Христово. В преддверии светлого праздника в экспо Волге открылась выставка «Благословенная Самара». Здесь представлены церковный утварь и редкие рукописные иконы. Всего более 200 участников. Центральная святыня – ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримефунского. Два главных праздника – Пасха и Рождество. И на этой высоте ведь не только можно что-то приобрести и помолиться. Здесь вместо творческого встречи отдыха – встреча с писателями, встреча с интересами людьми. Он чудо творит. Как Николай чудо творится. Они вместе жили в одно время. Они были на Первом Вселенском соборе вместе. И одно из самых главных свидетельств – спрос от того, что этот человек Богу угодил. Вот не тлень его мощей. С 17 декабря все гости смогут прикоснуться к ковчегу с частицей животворящего древа Креста Господня, а также святого Иоанна Крестителя, святого апостола Андрея Первозванного, апостола Петра и апостола Павла из Рима. Выставка принимает посетителей до 20 декабря. Вход свободный. Продолжение следует...